Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Сергей, вот аналитики Института изучения войны говорят, что Путин будет вынужден изменить стратегию войны из-за выгорания российской экономики. Северокорейских военных уже КАМАЗами вылавливают в Курской области, а вот западные партнеры Украины говорят, что мы их пока не видим. Ну и, конечно же, сходка стран БРИКС в Казани 22-24 числа. Что это, Венегрет стран или все же какая-то новая сила? Ну и отдельно поговорим, хотел бы с вами проговорить Гутерреша и почему генсек ООН ведет себя так, будто ему Герхард Шрёдер заранее позвонил. Давайте начнем с БРИКС, что это было после вкуса, уже прошло немного времени, можно, как говорят, переспать с этой новостью и рассказать, какие у вас впечатления. Для нас это чрезвычайно важное событие, которому мы очень серьезное внимание уделяем, потому что за этим, за каждым жестом, за присутствием того или иного политика, за итоговым коммунике стоит огромное количество разных смыслов, абсолютно неинтересных стране, причем ни одной стране на планете Земля. Потому что в России увлечь кого-то словосочетанием БРИКС невозможно этой аббревиатурой БРИКС. Никто не знает. Раньше, в принципе, на заборе писали то же самое, только короче. Теперь вдруг выяснилось, что нужно писать несколько лишних букв, хотя смысл тот же самый. И когда у любого человека спросить, как он по поводу БРИКС, он ответит то же самое, что по поводу Гондураса. Если не чесать, то и не беспокоит. И словом, саммит в России называется на каждом углу, на каждом перекрестке абсолютно любое событие. В принципе, саммит дворников – это тоже нормально, но обычно этому придается статус какого-то вселенского масштаба. Знаете, у нас тут саммит, и у нас на этот саммит приехали какие-то там первые руководители межгалактического уровня и ранга. И этот саммит, он как раз интересен тем, что это всего лишь навсего элемент чисто путинской работы с внешним миром, потому что на событиях в стране это не сказывается вообще никак, то есть цены на хлеб от этого не зависят. Но предъявить международность и обозначить еще одну альтернативу ООН, когда есть некая структура, созданная Путиным, подчиняющаяся Путину, живущая по правилам Путина. И в нее входят очень крупные экономики мира. Это важно. При том, что абсолютно никого не волнует, до какой степени эти экономики приехали туда не потому, что у них есть экономический интерес. Ведь БРИКС подается, в первую очередь, не как политическое явление, а как экономическое. Но у Индии, у Китая, у России у них лебедь, рак и щука совершенно в три разных направления двигаются. И это не экономическое объединение от того, что есть некая тарелка, где на блюдечке, то есть там на скраюшку лежит бумажка, на которой написано «Китай, Индия, Россия», в некое готовое блюдо это не превращается. Это разрозненные ингредиенты. Но никого не волнует, о чем говорили эти люди. Важно было только одно. Собрались и прилетели или проигнорировали. Потому что Бразилия в последний момент, ударившаяся головой о капель, она вовремя поняла, что туда соваться нельзя. И когда, например, Гутерриш пожаловал, то после этого сразу нарисовался Эрдоган, которому это тоже было абсолютно неинтересно. Мало ли по какому поводу русские собрались выпить между собой. Но после того, как там появился Гутерриш, это стало интересно. И, конечно же, это площадка, где любопытно смотреть не на Путина, потому что на Путина абсолютно плевать. Но Си Цзиньпину Путин точно неинтересен как объект изучения. Если надо, вызовет к себе, и Путин прилетит. Примчится и, если что, еще и даже подарит что-нибудь. А вот, например, поговорить в кулуарах о том, какие здесь возможны варианты и выгоды, безотносительно Путина. То есть в гости к хозяину, в его барскую усадьбу, приехали окрестные дворяне, аккуратно вышли покурить, и о чем нужно договорились. А мы пришли к барину и сказали, ну, слушай, наливай, давай, что ли, еще и спляшем, если что. И сплясали. И никаких конкретных дел за Бриксом нет. То есть после того, как состоялся саммит Брикс, начались что? Товар-оборот увеличился, какие-то специальные поставки куда-то пошли, стало больше оружия, стало меньше оружия, стало тревожнее на земле, стало нетревожнее на земле. Выросли какие-то экономические показатели, случились какие-то экономические союзы. Да нет, конечно, вообще ничего не произошло. Никакого там совместного СП не появилось, никакого там нового нефтепровода не намечилось. Тем более, что если вдруг надо, то тому же самому Путину о нефтепроводе совершенно не обязательно говорить в присутствии Бразилии. Если он, например, тянет этот нефтепровод, а куда он его может тянуть? Он его может тянуть только в одну страну, только в Китай. То есть не нужен никакой международный междусобойчик для того, чтобы решить, например, вопросы, связанные с войной путинской, потому что ему нужно оружие. Если ему нужно оружие, он договорится, опять-таки, с глазу на глаз. Ему не нужно собирать кого-то. Собирать нужно только для одного. Ну что планета Земля? Ну что там, американцы? Ну-ка, гляньте на меня внимательно. А у меня тут, если что, Китай. А у меня тут, если что, на рендером моде. Вон он приехал в кальсончиках, в женской юбочке. Посмотрите, какой политик. Это же стратег. У него неизвестное какое поголовье кажется больше, чем в Китае. Китай до сих пор не может доказать, что у него миллиард. Ну, говорит, что миллиард. А уж Индия и подавно. Кто-то им их считал. И тем не менее, посмотрите, если эти все в кальсонах, в юбках, да и в этих жилетках, в кителях с оторванными рукавами встанут в строй, так это из нас получится Британская империя. То есть это демонстрация того, насколько Путин по-прежнему повелевает мир. И это было все не бесспорно, но тревожно. И стало окончательно тревожно и бесспорно с появлением Гутерриша. Потому что Гутерриш, который не приехал на саммит мира Зеленского, появился здесь, на этой фашистской разборке, где пытались выстроить при помощи Путина ось зла. И придал легитимность своим визитам, и за ручку пожавшись, и в этом банном халате зеленом, сфотографировавшись с Менихановым местным Раисом. Нельзя в России иметь много президентов. Поэтому оно местное, называется, то есть владелец Татарстана, оно носит, на всякий случай, такой удивительный статус Раис. Ну, и все же прекрасно во всем мире понимают, что Раис это... Кто-то не знает Раиса Америки, Байдена. Кто-то не знает Раиса Франции. Ну, вот и Раиса, если что, татарии тоже теперь все знают. И Гутерриш, человек нон-грата в Израиле, преступник, негодяй, мерзавец, который не признает Хезбаллу туристической организацией, который не считает Хамас туристической организацией, приезжает на фашистский саммит к Путину. И тем самым легитимизирует в международном плане это событие. И это самая главная победа Путина. Самое главное. Мало того, что он собрал вот это несъедобное, из которого блюдо не варится, но к нему еще и привернули такую фарфоровую тарелку, что уже даже неважно сварилось оно или нет. Потому что на этой фарфоровой посуде написано ООН, а это весомо. И это разговор о том, что в ООН назрела очень серьезная реформа. Потому что ООН, как всемирная жалобная книга, не способна абсолютно ни на что, она в данной конфигурации очень вредит планете Земля, будучи главным уполномоченным органом, решающим якобы вопросы планеты Земля. Вот теперь понятно, что если генсек ООН приезжает на фашистскую сходку, то значит в ООН очень серьезные проблемы. То есть Путин воспользовался ООН по своему усмотрению. Никто толком так не умеет больше делать. То есть никто не может взять и на короткий поводок посадить генсека ООН. Это действительно геополитически очень мощный шаг. И он показал всему миру, во-первых, это я над ООН. Это я, Путин, руковожу ООН. И если надо, у меня в предбаннике не только 100 тысяч курьеров, но еще и генсек ООН. А во-вторых, вы видите, что все, чего я касаюсь, становится прокаженным. И вот теперь ООН наравне с Россией, страной-агрессором, превратилось в очень серьезное заболевание. И с этим вам тоже придется что-то делать. Но я пока здесь хозяин, и я вам ничего не дам сделать. Сергей, нужно ли ожидать, что генсек ООН Гутерреш уже в ближайшем будущем получит какую-то должность в госкорпорации Российской Федерации? Такая перспектива, конечно же, есть абсолютно у каждого министра иностранных дел Австрии, федерального канцлера ФРГ и в том числе международного чиновника. Потому что Россия в этом отношении безбрежна. Если надо, она создаст коммунизм в отдельно взятой квартире для отдельно взятого персонажа. И никто не удивится, если через какое-то время выяснится, что у Гутерреша на один ауру стало больше, у его дочки на один дворец стало больше, у его жучки и внучки добавились какие-то преференции, выгоды и где-то там еще что-то. Потому что поверить в то, что это чисто политически хладнокровный расчет человека, который все-таки в политике не новичок, я имею в виду Гутерреша, опытный, старый, ему столько же лет, сколько Путин, ну там чуть-чуть, на пару лет он старше. То есть он матерый волк, он прекрасно понимает куда, что и зачем. Приехать он мог туда только в одном случае, если ему заплатили. Прямо, косвенно. Так же, как Гельмату Колю, так же, как огромному количеству других немцев, которые легитимизируют события, действия, политику и экономику России. Потому что на коротком поводке немцев в российской экономике, всяких там председателей правления разных очень странных заводов, корпораций, невероятное количество. Мы помним, что и Аурус, например, личный проект Путина по созданию лимузина номер один для всей нации, он тоже был первое время отдан в управление немцу, который как раз на международную орбиту выводил русский бренд люксовых автомобилей, заявляя, что вот, смотрите, мы тут немцы. То есть Германия идет с хорошим довеском. И вполне возможно, что через какое-то время Гутерриш попытается после ООН... Он, в принципе, стал тем политиком, в отношении которого планета Земля тоже ждет, когда же он сдохнет. Таких политиков немного. Вот Лукашенко, например, Путин. Теперь еще и Гутерриш, потому что эти люди свою должность не оставляют по доброй воле, их выносят вперед ногами. И у Гутерриша, у него, конечно, очень долгий еще цикл правления в ООН. Он там просидит десятилетия. Потом он попытается, вполне возможно, еще по инерции сделать какую-то политическую карьеру. Например, став президентом Португалии. Ну или какой-нибудь там банановой республики путем переворота, что вряд ли. Хотя всего с него останется. И пенсия в России, где-нибудь там в персональном особняке с видом на Волгу, вполне допустимая конфигурация. Кстати, Сергей, вы вспомнили о Аурусе. Си Цзиньпин отказался уже садиться в эту машину и приехал на своей. Насколько это есть ляпас от Китая? Ну, кто ж знает, может быть, там новичком чего натерли в этой машине до блеска. Си Цзиньпин в этом отношении человек полностью китайский, восточный, осторожный. У него своя тарелка, своя миска, своя охрана, своя минеральная вода из своей минеральной баночки. И поэтому автомобиль у него тоже свой по классу защиты, в котором он точно уверен. А во-вторых, все-таки, ну, про Аурусы это в России никто не знает. А во всем остальном мире не случайно, а задача есть вопросом, почему, например, северному Киму подарили два раза подряд. Потому что первый сломался. Си Цзиньпин тоже не хочет, чтобы он поехал на машине, которая сломается. Сергей, вот также заявленная тема. Это северокорейские войска в Украине. Я говорил о том, что ГУР уже увидели целые КАМАЗы северокорейских войск в Курской области. И вот буквально сейчас появилась реакция генсека, генерального секретаря НАТО Рюте. Говорит, что следующее, что разведка Южной Кореи донесла нам, что такие есть уже корейцы, севернокорейцы в Курской области. И он говорит следующее, я процитирую. Но использование военных сил КНДР в Курской области означает, что большое количество россиян потеряет жизнь в этой путинской войне. Потому что украинский народ борется, он стоек, и союзники в НАТО будут и дальше бороться за свободу Украины. Вот у меня вопрос, Сергей. Рютый вспомнил о том, что все больше россиян будут гибнуть. Мне кажется, Запад дальше не понимает, что о жизнях в России не идет речь. Если нужно, 100 тысяч покладут. Вот почему Запад этого не понимает? Почему в официальных заявлениях они дальше переживают за жизни россиян, если сама Россия за них не переживает? На кого это рассчитано? Ну, у Киплинга полтора века тому назад было написано, что Запад есть Запад, Восток есть Восток. И, конечно же, за границей абсолютно не понимает Россию. Умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. Поэтому никогда не будет никого уровня Бисмарка, понимавшего Россию, для того, чтобы знать, что такое Россия, как она устроена и что именно здесь имеет ценность, а что нет. Для этого нужно в России жить, пить водку и общаться с теми русскими людьми, которые в кабаке иногда тебе рассказывают, как велика русская душа. Бисмарк это себе позволял. Поэтому мемуары Бисмарка, они учебником по России являются по сей пору актуальности, не утратили для любого западного политика. Но Рюта, конечно же, из своей маленькой Голландии, что он может представить себе, каково это потратить, например, 100 миллионов человек на войнушку, не имеющую никакого смысла. Для него это немыслимо, а для России это абсолютная норма. Миллион туда, миллион сюда, два миллиона туда, два миллиона сюда. Россия не обеднеет, то же самое, как с кемской волостью. Но вот в отношении северокорейских солдат, посмотрите, как Путин великолепно опять обыграл весь мир. Северокорейские солдаты не на фронте с Украиной. Северокорейские солдаты в его Курской области. Это его земля. Другое дело, что там возникли некоторые трудности сейчас. Но это происходит с точки зрения мировой практики юридической. Внутри конкретной страны под названием Россия. В России есть какие-то там контингенты разных войск. Так в России вот этих вот иностранцев, их шлялось всегда огромное количество. Всякие там кубинские курсанты военных училищ. Палестинские террористы, проходящие обучение на полигонах России по минно-взрывному делу. То есть вот всякого иностранного присутствия дружественного на территории России со времен советской власти было всегда, ну если не дивизиями, то по крайней мере очень серьезным количеством состава. Приезжали, учились, проходили разные курсы, повышение квалификации, заканчивали академии, принимали участие в каких-то маневрах. Например, когда Россия собиралась провести какие-нибудь учения, в том числе международные, с привлечением западных экспертов. Это же не вызывало на территории России никаких скандалов. Ну, у русских здесь учения, и у русских здесь иностранные солдаты. И вот сейчас Путин великолепно опять пнул, как он это любит, кованым ботинком Европу, потому что это на его территории. Батальон, дивизия, армия, пять армий. Это на его территории. Захотел бурятов позвал, захотел корейцев, захотел вьетнамцев, захотел американцев. Другое дело, что американцы не приехали и не приедут. А эти приехали. И что они там делают? Они у него в Курской области занимаются по контракту разными работами. Для северного Кима это нормально, он людей в аренду сдает всегда. Они раньше лес валили, сейчас они будут убивать кого-то. Ему какая разница? Он их сдал, получил за это арендную плату, то есть откат получил, и они заодно подкормились. Потому что пока они, например, валят лес в России, или, например, воюют где-нибудь в Курской области, они получают паёк по нормам лесозаготовителей Российской Федерации, а также армии Российской Федерации. Ну, с такого пайка целая деревня в Северной Корее жить может целый месяц. Поэтому паёк на одного человека – это уже счастье. А если тебя кормят, например, два раза или три раза в день, так считай, что всё, бога за бороду ты ухватил. И самое главное, что как бы Запад по этому поводу не пытался осмыслить ситуацию, он ничего не может предъявить Путину. И именно поэтому, конечно, реакция у Запада всегда очень слабая. Путин всегда работает на опережение. То есть Путина переиграть невозможно, потому что свою следующую подлость Путин знает, а Запад каждый раз изумляется, говорит, ну этого не может быть. Нет, ну вот теперь мы должны как-то на это отреагировать. И Запад никогда не в состоянии на это отреагировать. Во-первых, очень долго уходит время на осмысление, во-вторых, в голове всё равно не укладывается, в-третьих, а что делать-то, ну не воевать же. И вот сейчас, когда Путин заявляет, ну не скрывает, а южнокорейская разведка заявляет о наличии, и теперь Рюте тоже кивает головой и говорит, да, пожалуй, подтверждено присутствие западо-восточных, зарубежных контингентов в пределах Российской Федерации. И что? Как вы смеете у себя, неважно где, в НАТЕ, в УОНЕ, бухтеть по поводу того, что у меня по Волге плывут в челнах не стенки разина, расписные, а, например, северокорейские. Моя река, кого хочу, того и катаю. Хочу на челнах, хочу на авианосцах. Моё личное дело. И крыть-то нечем. И когда они сейчас уже пойдут в бой и полягут все в Курской области, ну, во-первых, все-таки Ким на этом и заработал, во-вторых, Россия на этом некоторое количество алкоголиков все-таки сэкономила, а, в-третьих, мир это не касается, потому что это Путин освобождает свою Курскую область. Никто же в мире не спорит, что Курская область теперь является частью России. Частью России. Он с таким же успехом может в Уркуте применять, например, для подавления бунта на зоне каких-нибудь, условно говоря, там, израильских спецназовцев по контракту сказать, слушайте, вы не могли бы нам тут кого-нибудь подкинуть, там, Магавников, что ли, каких-нибудь, ну, и ладно, Цахальников, ну, пусть тут заодно нам мастер-класс покажут. Нормальная контрактная работа. Внутри России. Что хотят, то и делают. И Запад утрется, потому что он ничего не может предъявить. Вообще ничего. И когда тот же самый Макрон говорил, говорил, или та же самая Литва сейчас заявляет, что наличие северокорейских солдат легитимизирует поставку вооруженных сил и личного состава стран НАТО на театр боевых действий. То есть теперь уже Макрон, который обещал свою армию, и остальные страны, которые говорили, что нужно бы заступиться в Украину, на территории Украины реальным присутствием, они не получают такого права, потому что пока северокорейский солдат не перешел государственную границу между Россией и Украиной. Никакой интервенции нет, никакой военной помощи для завоевания и уничтожения Украины нет. Есть только внутренние проблемы, которые Россия решает подобным образом. Запад опять проиграл. И ничего не может сделать. Да, Сергей, а вам не кажется, что Запад постоянно проигрывает, потому что он отказывается играть по правилам Кремля? А правила Кремля нету правил. Вот почему он уличные бои, а Запад пытается быть хорошим, качественным боксером? Потому что мы видим, что уже третий год полномасштабного вторжения, а такая формула не работает. Почему так? И когда Запад или Запад поймет, что нужно играть по правилам, не по правилам Кремля? У Запада нету способности это понять, потому что со зверем сражаясь, нужно озвереть самому. А Запад к этому не готов. Запад настолько долго выращивал цивилизацию, до такой степени культивировал моральные ценности, что на сегодняшний день взять и превратиться обратно из человека в обезьяну, они не в состоянии. И против Орды всегда любая цивилизация проигрывает то, что она бессильна. Невозможно победить стадо боевых бизонов руками и инструкциями. Для этого нужно точно такое же стадо боевых бизонов, а еще, если что, так и боевых тигров, и боевых слонов. А раз их у тебя нет, то ты проиграешь. И Запад, конечно же, к этому не готов. И вот, например, на сегодняшний день мы видим картину другого театра боевых действий. Израиля. В Израиле каждый человек ценен. Каждый человек – это личность. Каждый человек – это для государства явление, которое абсолютно в каждую строку, в каждый пункт власти и ее интересов включен в качестве объекта заботы. Любой израильтянин для государства не то что не лишний, он на пьедестале, и государство ему служит. И расплачиваться такими людьми невозможно. И поэтому израильская армия, она, с одной стороны, очень боеспособная, а, с другой стороны, против арабов в тапочках, она не настолько эффективна, насколько могла бы. Потому что задача не только победить, но еще и не потратить своих. Нельзя израильтянами расплачиваться. А русскими можно. Европа точно так же выстроена. Ну, как мы возьмем наших уважаемых бюргеров, вот нашу профессиональную армию, посмотрите, какой у нас шикарный бундесвер, смотрите, какой он наглаженный, какие у них прекрасные цельсовские очки, смотрите, какая у них прекрасная нормативная база, как они великолепно отрабатывают эти нормативы. Неужели мы можем этим расплатиться? Причем за кого? За Украину, которая не такая. У Украины шанс есть, потому что все-таки Украина понимает русских. Тут люди на одной волне. Здесь не нужно дешифратор иметь, чтобы понять, что ты имеешь дело с обезьяной. А для Запада нужен переводчик, который скажет, слушайте, вот эти вот, которые, видите, в поле идут, они не совсем люди. Они, в общем-то, внешне похожи, но во всем остальном они кардинально другие. Запад это никогда не поймет. Вообще никогда, даже если пересчитают Бисмарка. И поэтому, конечно, включиться всерьез в эту войну, они не понимают, в какой стаче. И понять, что происходит, конечно же, нет. И самое главное, никогда, никогда абсолютно против диких орд цивилизации не в состоянии ничего предъявить, потому что у них этой дикости уже нет. А у врага нападающего есть. И эта дикость у них приумножается. И если посмотреть хронику этой войны, когда совершенно в порядке вещей в российской армии друг друга поубивали, ну, просто так. То есть, а чего ты тут мимо моей землянки идешь, вынул автомат и застрелил? Ну, недавно, по крайней мере, такие кадры были. И в другом мире, это не допустимо, как ты, ты своего убил, почему? Ну, я тут спал, а он меня разбудил. И ты его убил? То есть ты убил человека только потому, что он у тебя сработал будильником в неурочной. А чего он тут у меня ходит? На Западе, вот если попытаться этот ролик показать и объяснить, то показать-то получится, а объяснить нет. И против вот такого врага Запад всегда в задумчивости все. А какую бы нам инструкцию написать? А какую бы нам резолюцию? А может быть мы еще раз Рамштайн? А может быть мы 639-й пакет санкций? Может быть это их остановит? Орду ничего не остановит. Бесполезно. И вот к разговору о том, что Россия вроде бы страна, у которой экономика милитаризирована, но тем не менее она уже надорвалась, потому что уже есть огромное количество процессов, к ней управление. Да Россия абсолютно без разницы. В результате всего, что Запад так верно замечает и анализирует, становится меньше ВВП, меньше потребительская корзина, меньше прожившийся минимум. Кого в России это когда останавливало? В нищей стране, в которой они не ели поколениями досыта, разговоры о том, что они опять проголодаются, никого не волнует. Причем не те, кто сверху, не те, кто внизу. Те, кто сверху на это внимание обращают, те, кто внизу, в принципе так привыкли. Они, конечно, с удовольствием бы, если надо, и на спиртзавод бы сходили, и тушеночки бы, если надо, через забор рожились. Но если нет тушенки, ладно, разберемся. И Запад этого никогда не поймет. И поэтому у Путина, у него всегда козырей больше. У него больше вероломности, у него больше беспощадности, у него больше человеческого ресурса, который совершенно спокойно в его распоряжении отдался сам. Это не те люди, которых заставили, принудили, кого вынудили взять в семью к заложнике, как у северных корейцев. Нет. Они сами пошли. И контракт подписали, и автомат в руки взяли, и пошли в чистое поле искать украинцев, чтобы его убить. Они сами это сделали. И таких еще много. И поэтому, конечно, экономика надрвалась. Конечно, оружие заканчивается, танков нет. Америка с поставками чипов и процессоров все-таки подводит, хотя поставляет, но не в тех количествах, в которых нужно. Все-таки Америка главный партнер и бенефициар этой войны. Они очень помогают Путину, чтобы эта война продолжалась, и чтобы процессоры во что бы то ни стало попадали в ракеты «Искандер», потому что иначе «Искандер» не долетит никуда. Но при всем при том, Запад, с одной стороны помогающий, с другой стороны все равно не понимает, с кем имеет дело. И Путин всегда будет сильнее, всегда будет зверее, в силу того, что он просто проще устроит. То есть вот примитив, какая-нибудь там, примитивный кирпич всегда выигрывает у микроскопа. Микроскоп может быть и ценнее, и полезнее, и микроскоп — это будь здоров, в каком уровне достижения человечества, но кирпич все равно проще. И в прямом столкновении кирпича с микроскопом кирпич выиграет, и Запад этого никогда не поймет. Вот, Сергей, вы вспоминали о Бисмарке. Очевидно, что Шольц не Бисмарк, и его точно не читал, потому что, если я не ошибаюсь, в прошлую среду он выступал в Германии, и уже это не немецкие СМИ, а он сам сказал, что он готов к переговорам каким-то там с Путиным. Вот у меня вопрос. Вот Путин на пресс-конференции после БРИКС, сходки БРИКС, он сказал, что да, мы готовы прекращать войну, стрелять, но на условиях, на реалиях, которые есть на фронте, ну и, конечно же, учитывая Конституцию Российской Федерации, куда они украли 4 области Украины. И вот у меня тогда вопрос. О чем тогда хочет говорить Шольц? Что он будет говорить Путину? Вот добрый день, отдайте Украину. Или зачем? Россия, как мы помним, во все времена за мир. Она, например, когда отправила экспедиционный корпус Суворова через Альпы, задачей было залить кровью Великую Французскую революцию, ну потому что мир должен быть по тому порядку и пониманию, которое в России. Россия во все времена, и Советский Союз за мир, например, убивала в Афганистане, за мир убивал в Корее, за мир убивал во Вьетнаме, за мир убивал в Анголе, потому что это была борьба за мир. Ну, как, собственно, и говорил Эйнштейн, о том, что Третьей мировой войны и не будет, то будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Вот камня на камне, собственно, не оставалось. И сейчас, когда Россия заявляет, что Путин в том числе готов к переговорам, это не говорит о том, что какие-то переговоры ему нужны и интересны. Просто вот вы все остальные о переговорах не говорите, а я миротворец. Я вот тут, во-первых, этой НАТИ сдачу дал, а во-вторых, я за мир. Это вы меня не слушаете, а я-то хороший. Вот посмотрите какой. Я всегда готов предложить, сесть, поговорить, перетереть за базар с ребятами. Только ребят какие-то странные в последнее время не переговариваются. Это одна часть, и Путин всегда очень старательно будет к ней прибегать каждый раз, когда ему нужно будет еще раз красиво выглядеть, сказать, кстати, я за мир. А вы-то чего? А Шольц, это отдельное явление, опозорившееся окончательно. Ну, немцы вообще позориться-то умеют. Немцы умеют так с размахом конкретно вот, во-первых, сесть в лужу, во-вторых, себе еще на голову опрокинуть, и вот и схрюкавшись, и извозюкавшись, сказать, что да не-не, вы нас неправильно поняли. И Шольц начал с того, что он попытался позвонить по телефону Путину, а Путин трубку не поднял. Путин в этот момент где-то там в курительном зале ковырял носу, ну, ему было лень подходить. И Шольц объявил, я сейчас. Это вот Макрон, конечно, смельчак, он уже два с половиной года тому назад позвонил. Теперь мне есть, что сказать Путину. И все... Вся Германия замерзла. Ура! Сейчас Шольц будет звонить. Завтра Шольц будет. Послезавтра. Ну, хорошо, вот на днях Шольц позвонит в Москву. Ну, это новость номератива. Слушайте, наш-то, вы гляньте, какой отважный. Вы видите, он памперс поменял, тот-то предыдущий уже переполнился, и вот памперс терпения переполняется всегда быстро. И вот теперь-то он позвонит. Вы знаете, куда он позвонит? Он Путину позвонит. Какой ранг Путина? Оказывается, чтобы Путину позвонить, перед этим нужно давать объявление в газетах. Путин трубку не поднял. Шольц увидел в зеркале отражение, в котором ему рисовался канцлер, а там стояло какое-то жалкое, мокрое и поникшее. И он еще три дня думал, а что же вы делаете после этого? И после этого он сказал, что... Ну, ладно, я вам сейчас расскажу, что я хотел сказать в трубку, если бы меня выслушали. И начал разговаривать сам с собой, что если бы Володенька так, чтобы трубочку поднял, я бы ему сказал, Володенька, милый, у меня к тебе есть несколько предложений. Первое, а давай будет солнышко у нас светить. Это очень важное геополитическое предложение, потому что солнышко, оно, в принципе, должно светить и так, чтобы на планете Земля была положительная температура, если можно, где-нибудь 20 градусов. Вот у меня по этому поводу есть предложение. А еще, Володенька, я, кстати, предлагаю тебе, это очень важно, давай так, ночью у нас будет луна, но не всегда, потому что у нас полнолуние. Володенька, надо поговорить. Вот очень серьезно. И Шольц, оплюванный абсолютно, абсолютно на глазах у всего мира, вот так вот наотмашь опущенный русской дланью по щекам, после того, как пришел в себя и начал догадываться, как это выглядит со стороны, пошел сам с собой рассказывать о своих мирных инициативах, а его опять не слышат. И он только в собственной германской прессе уже вторую неделю что-то такое пишет о том, что миру мир, а мелками на асфальте ребенок нарисует маму, и если что, мы запустим воздушные шарики. А Путину, которому это адресовано, на это плевать, причем плевать так, что даже Песков по этому поводу ничего не говорит. То есть Шольц, ты вообще ничто. И Шольц с каждым днем уж на что примитивен, а начинает это осознавать. А в тебя, Шольц, вытерли ноги. Причем ты подставился сам, потому что пока молчал, все понимали, что ты просто трус и тряпка. Но ты была, по крайней мере, сухая тряпка. В тебя они сморкались. А теперь публично, перед планетой Земля, в тебя высморкались и сказали, заберите. И ты пошел. Сергей, если говорить о процессах внутри России, вот британская разведка говорит, что следующее, что согласно их данным, числа обвинений против бывших высокопоставленных российских военных продолжает расти. РосСМИ, в свою очередь, говорят следующее, что 8 генералов были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний. Ну и уже вспоминаю Колокольцева, главу МВД, который говорит, что денег не хватает тоже. Вот зачем Путину эти чистки, если у него все держится по вертикали на силовиках, на армии, на генералах? В 37 году открываем учебник истории и смотрим, какое количество генералов и маршалов пошло под нож. Советская власть, она на этом устроена. Для советской власти очень важен страх. Нет страха, нет советской власти. Наверху всегда появляется каста неприкасаемых, уверенных в том, что раз уж они лично стоящим Сталином знакомые, жали ему руку, то с ними ничего не произойдет. Сталин всегда это опровергал. Поэтому сейчас в российской истории не происходит какого-то аномального события, когда вдруг какой-то коррупционный скандал и теперь Шойга стала прикасаемая, поэтому ее отодвинули, а вся Шойговая команда теперь будет непосредственно расстреляна. Ничего подобного. Это старый сценарий, это не новый, это не вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с коррупцией конкретно из-за Шойгу. Так устроен генералитет. В России генералы в обязательном порядке подлежат уничтожению. Был период затишья. Ну, так мы помним, что был, например, 1741-й, 1761-й год, когда дочка Петра I, императрица Елизавета Петровна, ровно смертную казнь, не применяла. 20 лет Россия никого не убивала. Обыватели даже привыкли к этому, они стали считать это нормой. Потом понеслось. Потом вернули смертную казнь и понеслось, как вы привыкли. На сегодняшний день, вот после этого некого затишья, когда, ну, вроде как, кланы неприкасаемых, ну, вроде как, всем понятно, что, ну, это Шойгу. Все. Тухачевского, как его забили насмерть и прикончили, а Блюхера, как его забили насмерть и прикончили, и Радека, и всех остальных, и только Буденного пытались взять, но Буденный отстреливался, и все-таки Буденный настолько примитивный, что в конце концов решили, ладно, пусть вместе с Ворошиловым останутся. И мы же видим, что никаких дальнейших событий, дел и должностей, что у Ворошилова, что у Буденного не было. То есть пощадить-то пощадили, но даже во Второй мировой войне эти люди никакой роли не сыграли. Во-первых, не могли, все-таки тупые, а во-вторых, они были мемориальными портретами на стене, оставили. Остальных же всех под нож. Какое количество вынуждены были генералов, потом из концлагерей, выживших, выпускать обратно, потому что, смотрите, оказывается, война. Чистка не обусловлена обстоятельствами, чистка обусловлена работой системы. Система обязательно уничтожает. Вот сейчас как раз у нее началась серия уничтожений. И тем более мы помним со времен Петра I любого генерал-губернатора приезжай и отрубай ему голову, потому что есть за что. И уголовные дела, которые тоже идут параллельно с генеральскими. Генеральские просто слаще. А когда какого-нибудь замгубернатора или бывшего губернатора сажают в тюрьму, почему так конкретно? На 15 лет строгого режима за особо крупные махинации, сделки, воровство, мошенничество, а также за то, что абсолютно любой чиновник во власти, губернатор, замгубернатора, обязательно руководитель ОПГ. Преступной группировки. Такой причем. Масштабной преступной группировки. И генералы точно такие же. Но не по делам их судят, а потому что система так устроена. И вот теперь мы будем видеть, что тем более хорошо пришлось в военное время. В военное время оно учит беспощадности. В военное время, если раньше можно было конетелиться и уговаривать, не могли бы вы всей Госдумы пересесть на отечественные автомобили, а то неудобно. Вы на Мерседесах, а народ на Жигулях. А вот сейчас щелчок пальцев, и все тут же не то, что продали, чуть не сошли в сарае к своему Мерседесу. Сказали, ауру дайте мне. Не аурус, а ладу ауру. Потому что я теперь на Жигулях, я же теперь избранник народа. Вот как здорово. Теперь смотрите, какие все описывшиеся и обкакавшиеся. Как они трясутся. Депутатов и министров за руль и в салоны российских автомобилей. Все остальные переходят на лапти, на щи, ну и на какой-нибудь простейший заменитель сметаны. Поэтому впереди у нас огромное количество уголовных дел. Причем таких конкретных, с большими сроками, с серьезным объединительным заключением против каждого генерала в штабе. То есть там нету такого, которого не затронет это. И против абсолютно всех, у кого генеральские подогоды. Неважно это. Прокуратура, Следственный комитет, МЧС. Останутся только те, кто пока еще. Ну вот Бастрыкин, например. Бастрыкину ему уже разрешено сидеть на своем троне до 200 лет. Ну вот он там и будет сидеть. Потому что Бастрыкин все-таки он тоже по компромату фигура очень уязвимая. Против Бастрыкина столько, что у него 15 пожизненных. Это удобно. Поэтому пусть пока умертвляет всех остальных. Потом, ну когда уже подозносится окончательно, мы увидим еще и уголовное дело против Бастрыкина. Оно тоже будет. Оно тоже будет изумительно. Ну как с Берией было. Маршал Берия, тот самый великий маршал, причем маршал Берия, маршальское звание НКВД, оно всегда на две ступеньки выше, чем армейское. Поэтому маршал НКВД это старший генералиссимус над Сталином. Ну это такая особенность. Табель о рангах Российской Федерации она такова, что НКВДшники всегда имели на две ступеньки больше. Так вот даже такого человека, старшего генералиссимуса, кто по званию выше, чем генералиссимус Сталин, все равно пристрелили в подвале. Поэтому и этих точно так же прикончат. Сергей, выборы парламентские в Грузии 26 октября прошли «Грузинская мечта», так себя называют партия власти. Напомню, кто не знает, это проект Иванишвили, абсолютно российского и пророссийского олигарха. Насколько, ну оппозиция заявляет и президент Грузии, что не признают эти выборы. Запад как всегда волнуется. Насколько серьезно там ситуация, насколько Кавказ теряется, если он хочет идти, да, часть Кавказа в Европу. Насколько это проект России или России удобно, что есть такой Иванишвили и грузинская мечта и ничего делать не нужно. У нас на глазах Грузия расцвела и у нас на глазах Грузия закончилась. Грузии повезло. Пришел Петр I. Петр I в истории каждого государства бывает один раз. В Грузии его звали Миша Саакашвили. Миша Кок, как его они приняв его и обрадовавшись называли первое время. И Михаил Саакашвили превратил Грузию в совершенно другую страну. Из дотационной республики Советского Союза переформатировав страну, суть, мораль и людей Саакашвили показал, что реформам подлежит все. Можно улучшить все, можно самое неудобное, самое неурожайное, самое запущенное место превратить в оазис. Грузины при советской власти были знамениты кепками, бизнесом, ну и на рынке носили собирательный образ торгаша. Хотя грузинов на рынке было очень мало, но как правило, говорят, у грузина помидоров купила, я сегодня ходила, у грузина в творожку взяла, фруктиков и заодно еще одного грузина, я все цветочки купила. И это были нереформируемые люди. Вот как раз о них говорил Збигдин Бжезинский, что восточные деспотии не реформируются. Збигдин Бжезинский имел в виду в первую очередь Москву и далее по карте. Ну и Кавказ туда входил. И пришел Петр I Саакашвили и показал, что можно провести реформу, можно отучить людей воровать, можно сделать красивые города, можно сделать прозрачную власть, можно сделать уважаемую полицию. Кто такой мент в Грузии при советской власти? Ну, это барыга, это ракетир, а кто полицейский при Саакашвили? Это государственный институт, имеющий в табеле ранга Грузии вторую позицию по доверию народу после православной церкви. И церковь там другая, не такая ГБшная полковничья, как российская. И после нее полиция, как уважаемый государственный институт. И Тбилиси, где, если на улице валяется кошелек, по всей улице бросается найти хозяина, пересчитывать деньги до последнего Ларри, чтобы отдать ему и сказать, вот тут было, посчитайте, не пропало, а не как это принято в России за выкуп, так уж и быть, может быть, что-нибудь вернем. Люди стали другими, страна стала другая. И в эту страну поверили сами грузины. Им захотелось так жить. И захотелось Европе повернуться в их стороны, а не повернувшись увидели, что такие классные грузины. Посмотрите, вы показали то, что Европа не в состоянии была показать, потому что в Европе нету такого цикла всего лишь одного периода правления, какого бы то ни было руководителя, превратившего страну совершенно в иной формат. Люди другие стали, власть стала другая, государство стало другое, экономика стала другая, при всем при том, что Саакашвили вляпался в войну, при всем при том, что, конечно, у него был там с оппозицией очень жесткий разговор, при всех тех минусах. Он страну сделал другую, и Европа приняла ее. И Европа на последнем издыхании в том числе позволила ей быть кандидатом в ЕС. И у Грузии появилась какая-то надежда и перспектива не только в своем регионе показать, что можно так, но еще интегрироваться во весь мир. Теперь выяснилось, что, конечно же, как и говорил Шендерович, для того, чтобы быть чистым, для этого нужны усилия. Для того, чтобы грязным достаточно вообще ничего не делать. И в Грузии есть те люди, которые захотели вернуться к Советскому Союзу, и Россия им помогла. И Запад проиграл. Потому что Европа, как всегда, как и в случае с Украиной, как и в случае с другими многими странами, которые на очереди, Европа ханжески похлопала по плечу и сказала, ну вы молодцы, давайте, давай, давай, продолжай, мы за вас. Но делать мы ничего не будем. И Путин их переиграл. И Путин нашел тех, кому в Грузии важна вчерашняя страница, а не завтрашняя. Кому не нужен Евросоюз, кому нужна Москва, кому нужны привычные взаимоотношения, взятки, кормления с должности, все то, что сопровождало грузинскую жизнь наравне с остальными республиками Советского Союза. в грязь нашлось изрядно тех, кому захотелось. И Путин потратил очень много сил и денег на Иванишвили, на то, чтобы в Грузии окрепла та сила, которая теперь уже называется политической партией, грузинская мечта, и чтобы она не только удержала власть, но и на сегодняшний день предъявила всем свой властный выигрыш, оспорить, который теперь уже ни у кого не получится. И Европа за это сейчас накажет тех грузин, которые хотели быть в Европе, которым это было очень ценно, очень важно, потому что Европа уже предупредила, что раз вы, грузины, у себя проиграли Путину, которому мы помогли у вас выиграть, то мы вас накажем за это, и, наверное, мы пересмотрим вашу заявку в Евросоюз, ну и там всякие другие преференции, как, например, водительские удостоверения грузинские, они в Европе считаются евросоюзовские, их там пересдавать не нужно, мы там уманулируем все это, потому что вы виноваты в том, что ваша Грузия пошла по пути возврата в СССР. Да нет, это не грузины виноваты, грузины боролись как могли, грузинам захотелось человеческой, европейской, классной, цивилизованной жизни без вот этого совка, без этой грязи, без вот этих вот по блату звонков и достижений, которые тебе полагаются только в случае, если у тебя есть должность, а просто по факту того, что ты человек, тебе не полагается ничего, они не хотели так, они хотели в Европу, они проиграли, мы теперь уже видим, что они проиграли, и теперь единственное, что произойдет, это их добьет Европа, на глазах у всех Европа сейчас очень цинично, задрав нос, скажет, ну раз вы не справились, значит, это выбор народа, и это вы проголосовали за интеграцию обратно и возврат в 37-й год в ГУЛАГ и Советский Союз, так мы вас за это теперь уже не любим и будем потихонечку вам отказывать от дома, тем людям, которые нуждаются в поддержке, тем политическим партиям, которые нуждаются в помощи, борьба не окончена, несмотря на то, что она уже проиграна, огромное количество населения Грузии не хочет ни Иванишвили, ни Путина, ни Советского Союза, ну их никто не спрашивает, а помогать им никто больше не будет, и то, что после выборов на следующий день назначена демонстрация, в 19-е ноль мы соберемся, все, потому что вариантов был на самом деле мирных, не одного, а серьезных таких с темпераментом, в тот же момент государственный переворот, убийство Иванишвили, потому что если нету Иванишвили, то следующий уже не возьмется за это, когда политик не получает по башке, он становится очень наглым политиком, а когда у тебя отстреливают лидера партии, то, как правило, это не менее отрезляет, чем еще в нос тебе самому, но Грузия, она ведь переформатирована, ведь Саакашвили сделал ее другой, теперь пирамид остался, громкие голоса остались, а люди не хотят так, не хотят с кровью, не хотят с государственным переворотом, они хотят политически выиграть, чтобы это было красиво и честно, против кого? Против все той же самой Орды, о которой мы только что на примере Украины говорили и взаимодействия с Европой, Орда циничней, Орда жестче, Орда дезапелляционней, и она подкармливает теперь уже грузинскую власть, которую, конечно же, повернет Грузию целиком обратно в порт приписки, в Советский Союз, Молдавии приготовиться, потому что Запад точно так же цинично готов проиграть еще и Молдавию. Сергей, большое вам спасибо за этот прекрасный разговор, и я думаю, что пора уже Западу создать организацию объединенной обеспокоенности и официально оттуда обеспокоиться о процессах в Украине, Молдове и в том числе в Грузии. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо вам. Надеемся, что когда-нибудь новости тоже будут хорошими. Надеемся. Что ж, нагадаю, с нами был громадский дячик и ведущий YouTube-ресурсу Хадарковский лайф Сергей Асланян. Ви ж, будь ласка, ставьте свои лайки, подписывайтесь, коментуйте и, конечно же, обовязково делиться цією розмовою. Меня зовут Юрий Гаврошняк. Мы с вами традиционно побачимось в эфире 24-го каналу.